Добрый вечер вам всем! Сегодня мы учим Тору Ле-Люнишмат Уриэль Борухов Бе-Мурат Сара. Это уже второй урок, который мы делаем для его души по просьбе его детей. Когда человек женится, на прошлом уроке мы сказали, что жених у ашкеназов голодает и невеста тоже. Но у нас, у бухарских евреев и у многих сафарских евреев в целом, человек, когда женится, он не голодает в день своей свадьбы. Но мне не раз звонили парни, которые женятся, что они хотят день до свадьбы пойти и окунуться в Микву. Парни. Девушка, когда она выходит замуж, она идет в Микву. Когда человек планирует жениться, он сначала должен поговорить с рестораном, чтобы зал был свободным. Потом он идет к музыкантам и тем, кто снимает на видео, потом он зовет рабая. Прежде чем человек идет заказывать ресторан, сначала мама невесты и мама жениха, они должны поговорить с невестой. Конечно, это они делают, это правило. И они спрашивают невесту, в какие дни ты будешь чистая? Есть два вида женщин. Есть женщины, у которых регулярный цикл, они уже знают, в какой день они будут нечистыми. Постоянно они в эти дни уже знают, что у них нечистые будут они. Но есть женщины, у которых цикл нерегулярный, и они не знают, иногда через 20 дней проходит кровь, иногда через 30 дней, иногда больше, иногда меньше. И поэтому очень трудно, и иногда выходит, что они решают делать свадьбу в какой-то день, и вдруг невеста, она в этот день оказывается нечистая стала. И много раз они до этого принимают таблетки, то, что называется birth control pills, но иногда все равно бывает, что все равно она нечистая в день свадьбы. Это называется хупат-нида, что девушка, она выходит замуж, уже назначили день свадьбы, уже всех пригласили, 400-500 человек, и вдруг день до свадьбы или в день свадьбы она стала нечистой. Это называется хупат-нида, что когда она выходит замуж, она нечистая. И насчет этого есть специальный закон, что когда девушка выходит замуж, и она в этот день нечистая, ей нельзя с парнем идти домой. Она идет спать у родителей своих, девушка, а парень идет и начнет у своих родителей, потому что мы им не разрешаем, чтобы они после свадьбы пошли домой, так как они еще только поженились, и они еще не успели быть вместе, когда девушка, она является нечистой, нельзя, чтобы жених и невеста, чтобы они пошли домой вместе или в гостиницу, им нельзя уединяться после свадьбы. Это может произойти через 10 дней, что она очистится, это может произойти через 2 недели. В течение дня им можно быть на улице вместе или когда шево-брахот. И когда проходит шево-брахот, люди иногда не знают законы, и они говорят одно слово. Какое слово они говорят иногда? Горка, горка. Горка означает, ты должен ее поцеловать. Во-первых, если они уже были вместе после свадьбы, уже ему нельзя ее трогать 11 дней. Когда парень с девушкой после свадьбы были вместе, она была чистая, как только они были вместе, уже после этого, как у нее вышла кровь, уже им нельзя быть 11 дней вместе. 11 дней. Так? Это большая тема. Но в эти 11 дней ему нельзя ее трогать, им нельзя друг другу держаться за руки. И этот ведущий, он не имеет права говорить это слово, горько, горько, потому что ты хочешь, чтобы он ее сейчас поцеловал. А ему нельзя ее трогать. Тогда как ты можешь публично кричать горько, когда им нельзя друг друга трогать? Поэтому много людей, они законы не знают, у них намерение хорошее, они хотят, чтобы было весело, чтобы... Во-первых, человеку нельзя публично целовать свою жену, даже когда она чистая, публично нельзя показывать, что ты ее любишь. То, что на улице называется романтик, что они бегут по пляжу, даже если никого на пляже нету, только они оба. Они поехали в Багамас, и они бегут, как кино показывают, хотя мы кино не смотрим. Они оба бегут, держат друг друга за руки. Это не скромно, чтобы человек публично держал свою жену за руки. Я тебя никуда не отпущу, ты моя навсегда и навеки. Это нельзя делать публично. Человек, когда он женат или замужем, не имеет значения. Мужчина, женщина, нельзя, чтобы они показывали публично, даже если они муж, жена, все вот эти любовные, да, что он ее целует возле людей или за руку держит ее. Это кому ты хочешь показать? Хочешь показать, что она занята и что ее трогать, чтобы никто не трогал? Значит, девушка, перед тем, когда она выходит замуж, она идет в микву. Но вопрос, если парень, жених, он должен перед свадьбой пойти в микву. Есть парни, которые перед тем, как они женятся, они в день свадьбы, утром, или день до этого, они идут в микву. И это хорошие и порядочные обычаи. Но это не обязательно, чтобы парень шел в микву. Главное, чтобы она пошла в микву. Мужчина не обязан посещать микву. Но женщина, так как она стала нечистая, она должна пойти в микву. Был один случай недавно, где один парень с девушкой решили пожениться. Сейчас, так как нету больших свадеб, много людей делают это в синагоге хупа, или делают во дворе. И девушка говорит, рабай, я завтра должна пойти в микву. Она никакие законы не знает. Не знает законы миквы. Я говорю, и она уже вот-вот должна зайти в микву. Она с улицы, я ей звоню, она сейчас зайдет в микву. Я говорю, твоя миква не считается. Почему? Она говорит, я уже перестала кровиться, я уже все, я пойду в микву. Я сказал, подожди, ты семь чистых дней посчитала или нет? Нет, если женщина, она не посчитала семь чистых дней, допустим, что женщине 60 лет, и она хочет второй раз выйти замуж. У нее уже пять лет, она уже не видит никакой крови, и ей уже 60 лет, она пять лет уже, да, у нее нету то, что обычно бывает у женщин, и она хочет пойти в микву. Ей можно это сделать или нет? Она не посчитала семь чистых дней. Она должна провериться, и с этого дня начинать отсчет семь дней. Она говорит, я уже пять лет ничего не вижу, да, но ты посчитала семь чистых дней. Нет, это миква не считается. Поэтому много раз люди, они думают, что они знают законы, и они неправильно себя ведут, и это миква не считается. Как написано в книге Таамя Митцвод, которую написал Реканати, Митцва 226. И это большая святость, чтобы не только женщина ходила в микву, потому что она нечистая, когда отсчет делает семь чистых дней, но желательно, чтобы мужчина, если может, хоть даже не обязан мужчина, чтобы он тоже пошел в микву, и это очень хороший обычай, когда он женится в день свадьбы. И так написано в книгу Хупат Хатаним, страница 36. И в книге Ялкут Миям Луэз, вон там у нас есть 30-томная книга, 30 томов. Раби Яков Кули, который жил 300 лет тому назад, начал писать эту книгу. Вы видите, сколько там томов? 30 томов. Но Раби Яков Кули не успел все написать, его ученики потом еще дописали комментарии на Тору. И вот в книге Ялкут Миям Луэз, Дварим, глава 22, парагдов, предложение 13, там тоже написано, что в день свадьбы желательно, чтобы парень тоже пошел в микву. Если человек не смог пойти в микву, потому что он прозно проснулся или не получилось, хотя бы он должен в день свадьбы побольше изучать тон. Когда парень женится, в день свадьбы много Тору учит, он должен пойти, да, себе прическу сделать, или я не знаю, он делает прическу или расчесывается просто, он идет в костюм, у него уже готово, он примирает и так далее. Но Тора говорит нам, когда человек женится, в день свадьбы он должен побольше изучать Тору. Представьте, что видео приходит, а вы говорите, я сейчас еще не закончил, подожди. Видео нам что говорят? Стань, повернись сюда, сюда поставь руку, сюда убери руку, они нам указывают, что надо делать. Мы их уважаем. Когда изучают гмара, это тоже очищает, как миква очищает. И поэтому парень, если он не может в микву пойти, хотя бы он побольше должен изучать Тору. Здесь очень много написано насчет миквы, смотрите, сколько сотен книг он приносит насчет этого, но мы это пропускаем. Парень и девушка, когда женятся в день свадьбы, они еще больше должны очистить свои мысли. Они должны раскаяться за свои грехи, может быть они нечаянно нарушили шаббат, может быть они неправильно себя вели. И они должны взять на себя, что мы, Худохат, должны создать еврейскую чистую семью, где мы, Худохат, будем иметь детей, и мы, Худохат, их будущем пошлем их в ешиву. Они должны раскаяться с разрушенным сердцем, они должны сильно сожалеть, хоть даже сегодня свадьба, они должны радоваться, в то же время они должны сказать, Бог, может быть я нечаянно грех какой-то сделал, я поел барахон, не сказал, шаббат нарушил и так далее. Они должны взять на себя с сегодняшнего дня и дальше всегда соблюдать митвы, не нарушать. Знаешь, что сейчас надо помыть руки? Ты сейчас будешь кушать мокрый виноград. Много людей не моют свои руки, когда кушают мокрый виноград. Он говорит, ничего страшного, мы сегодня все и так так нечистые, ничего не надо мыть руки. Или когда человек одевает одежду, сначала надо одеть правую сторону, потом левую, он говорит, какая разница? И он накидывает одежду, не обращает внимания, пренебрегает заповедями. Когда человек женится, он должен сказать, я должен исполнять все заповеди и не нарушать. Человек, когда женится, он должен у родителей попросить прощения. Много детей не знают, как они мучили своих родителей. Иногда есть дети, которые много плачут. Однажды одна мама говорит сыну, ты знаешь, сколько ты плакал? А сын говорит, мама, я же не знал, что я так много плакал, я виноват. Он виноват или нет? Она говорит, тут фахат чир раз межди, фахат грём межди. А он говорит, мама, а я же не виноват, что я так много плакал. Все равно ты должен у мамы попросить прощения, у папы попросить прощения, что в детстве много раз дети, они не слушаются, они плачут. Человек должен в день свадьбы успокоить своих друзей, которых он обидел, и попросить прощения, потому что как перед Кипуром, ты у людей просишь прощения, потому что Кипур только прощает грехи между тобой и Богом, но грехи между тобой и людьми, это не прощается. Поэтому, когда человек женится, он похож на человека, который проходит через Йон-Кипур. Бог его грехи прощает, и он перед свадьбой, он должен попросить прощения у своих друзей и тех, кого он обидел, чтобы никто не был на него обиженным. Так написано в книге Орхот Хаим, Хильхот Милагл, страница 14, что когда человек своего сына женит или дочь выдает замуж, чтобы он сделал так, чтобы все были от него довольны. Иногда человек женится, как он увидел девушку, она ему понравилась, он не понравился, они идут и уже встречаются и делают свадьбу. Но есть люди, пока он найдет девушку, он смотрел на нее, нет, говорит, не пойдет, она ему отказала. Много раз человек пытается. Сколько вы знаете людей, которые увидели девушку, она его увидела, и сразу они уже начали встречаться, и первый попавший, хороший попал парень или хорошая девушка. Сколько вы таких знаете? Я знаю, может быть, одну или две такие пары. Большинство людей, они должны встречаться, не меньше, не меньше, не меньше. Я знаю одного парня, который может быть 50 или 60 девушек, он встречался и звонил, и еле как он нашел свою избранную, еле как. Теперь человек, когда встречается с девушкой, он может аккуратно порвать отношения, сказать, я думаю, что у нас не получится, или он может взять и некрасивым образом порвать отношения, и может сильно обидеть. Недавно я видел одного парня, мы, конечно, имена не говорим, и я сказал, дай Бог, чтобы худохат, ты худохат женился, он говорит, Раба, не надо мне это благословение, ему больше, чем 30 лет. Я говорю, тебе уже больше, чем 30 лет, почему ты не хочешь, чтобы я тебя благословил, чтобы ты женился? Он говорит, вы знаете, я встречался с одной девушкой, и мы долго-долго встречались, вот-вот уже пахнуло свадьбой. Я ей покупал много подарков, я с ней встречался, уже назначили свадьбу, engagement, все уже было готово, и вдруг она мне нет, сказала, у меня, говорит, уже нет желания ни с кем встречаться, я должен буду еле как успокоиться и ее забыть, я не могу сейчас никого видеть, потому что я еще до сих пор думаю о ней. Я сказал, а сколько прошло? Он говорит, уже один год прошел, как она меня кинула, как она мне отказала. Видите, он уже не может успокоиться, это возьмет время, я не знаю, сколько возьмет, есть люди, которые говорят, все, не хочешь, ты проиграла, ты будешь еще сожалеть, потому что увидишь, я хулахат, стану богатым, он себя успокаивает. Поэтому, когда человек, он с кем-то брейкап делает, он уже ломает отношения, говоря, что мы не подойдем, он должен это сделать аккуратно, потому что если кто-то на тебя сильно обижен, из-за этого иногда у тебя не будут дети. Это произошло много лет тому назад. Все мы слышали, был большой рабай, который жил 350 лет назад, его звали Баальшемтов. К нему пришел один еврей, говорит, рабай, я уже обошел всех докторов, и я не знаю, что мне делать. У меня нет детей уже много лет. Я, говорит, не знаю, что делать. А Баальшемтов, он был такой человек, он мог, смотря на человека, как рентгент, он мог его полностью знать, что этот человек из себя представляет. Первый раз он его видит. Баальшемтов, он смотрит на человека, он знал, кем он был в прошлой жизни, какие у него сейчас грехи, какие у него митцвы. вот такой он был большой святой человек Баакшимтов Баакшимтов его увидит первый раз он говорит у тебя нету же детей знаешь почему? почему раба вы меня никогда не видели, почему? помнишь ты встречался с одной девушкой ее звали Сара, а да, да откуда вы знаете, кто вам сказал? а ты знаешь ты ей отказал, да, я ей отказал а где сейчас она, ты знаешь? нет, я не знаю она куда уехала я не знаю куда она пропала раба говорит, да, она уехала в другой город, но ты не знаешь, что она умерла она до такой степени тяжело перенесла, что ты ей отказал и так плохо отказал опозорил ее вы встречались, встречались она уже думала, что ты ее возьмешь с жены, но потом ты последнюю минуту ей отказал и из-за того, что она была опозорена, она уехала в другой город и она через энное время умерла, она даже не вышла замуж из-за того, что она умерла с разбитым сердцем, потому что ты ее обидел ты не аккуратно поломал отношения ты не аккуратно ушел от этого из-за этого Бог тебя наказывает что у тебя нет детей а что делать, рабаик, где она похоронена что мне делать? рабаик говорит, я сделаю так что она спустится с того света как настоящий человек облик называется дух, призрак я знаю несколько человек, которые видели умерших людей я знаю несколько человек к нам через несколько дней придет человек где его мама видела умерших людей вы увидите его через несколько дней я скажу, вы его увидите его мама видела мертвых людей она умерла уже я с ней общался с этой женщиной насчет этой темы, но я знаю несколько человек, которые видят мертвых людей как живых. И вот Бааншенту говорит этому человеку, четверг в 8 часов вечера будет на улице сильный дождь, такой-то улицы ты эту умершую Сару увидишь. Ты не пугайся, ты скажешь, Сара, я очень извиняюсь перед тобой, я извиняюсь, что я тебя обидел, и только тогда, когда она скажет, я тебе прощаю, только тогда у тебя будут дети. И этот человек подготовился, через несколько дней он должен эту умершую встретить на такой-то улице, когда на улице сильный дождь. Он 2-3 дня, я уверен, не мог заснуть, потому что он думал, что я ей скажу, неужели это правда, что она с того света, я увижу ее призрак. И на самом деле в четверг идет дождь, в 8 часов он уже идет, и вдруг он увидит эту умершую. Он говорит, Сарочка, это ты? Да, это я. Я, говорит, очень извиняюсь перед тобой, что я тебя сильно обидел, я даже не знал, что ты покинул этот мир. Я, говорит, из-за того, что ты меня обидел, я из-за переживания попал в депрессию, я умерла. Я, говорит, я очень извиняюсь, я не знал, что ты это так тяжело перенесешь. Я умоляю тебя триллион раз, пожалуйста, извини меня. она говорит, а не мухелит, а не мухелит, а не мухелит, я тебя прощаю, я тебя прощаю, и она исчезла. И через 9 месяцев у него родился мальчик. Поэтому, когда человек кому-то отказывает, ты встречаешься, ты не знаешь, что это за человек, кто это, что это, ты не знаешь, и ты видишь, что это не для себя. Ты должен аккуратно поломать отношения, то есть порвать отношения, для того, чтобы этот человек тяжело это не перенес. Потому что я знаю, что иногда есть такие люди, я знаю одного человека, который в жизни больше не женился или не вышел замуж, я сейчас не буду говорить, если это мужчина или женщина, но этот человек из-за того, что вторая половина отказала, уже не было интереса, чтобы он или она встречались. И этот человек сейчас 60 лет этому человеку, он в жизни не поженился, не вышел замуж, я не буду говорить, если это мужчина или женщина, но есть такой человек, которого я знаю, который из-за того, что очень тяжело это перенес, двух людей я знаю, двух. Я знаю двух людей, одного я хоронил, ему было 60 лет, он должен был жениться на одной девушке, но из-за плохих языков, которые придумали про него неправду, отказали ему, и он уже больше ни с кем не мог встречаться. Этот человек умер несколько лет тому назад, я проводил его похороны, ему было 60 с чем-то лет. Мне его брат рассказывал все досконально, но я знаю еще одного человека, который сейчас живой, ему больше, чем 60 лет, тоже этот человек не создал семью, потому что человек, которого он полюбил или она полюбила, отказали. Сейчас у этого человека, который отказал, у него уже внуки сейчас скоро женятся. А этот человек из-за того, что он уже не мог больше ни на кого смотреть, уже не мог больше ни с кем встречаться. Поэтому Тора говорит нам, что надо, когда человек женится, если вдруг ты кого-то обидел, с кем ты встречался, ты должен у него попросить прощения. Ты должен сказать, I apologize, я хочу перед тобой извиниться, потому что у меня с тобой не получилось ничего, но я уверен, что ты найдешь лучше, чем я, парня. Поэтому надо как-нибудь успокоить. Вы не можете не жениться на человека, который вам не нравится, но если вы уже хотите аккуратно уйти от этого человека, надо это сделать очень и очень деликатно и очень и очень аккуратно. Не дай Бог, чтобы никто его не проклинал, этого человека. И также, если человек про вас начал говорить неправду, есть люди, которым вы обидели, они про вас начинают выдумывать неправду для того, чтобы ваше имя опозорить. Если кто-то про вас сказал обман, что вы гуляли с женщиной. Например, был один большой рабай, у меня его книги есть, его звали Рабихийский Амедини, он скончался примерно 80-90 лет назад. Он был рабаем, знаете, у кого? У крымских евреев. Вы слышали таких крымских евреев? У меня книги есть про его биографию и фотографии, целая книга, на английском и на иврите. Рабай Хиски Амедини, у меня его книги есть с Дехеми, 10 томов, вот такие мелкие буквы, тысячи и тысячи книг он приносит. Такой большой рабай был, я просто в шоке. Он учился в Колеле. Колеле – это место, где изучают Тору женатые люди, и им выделяют стипендию. И вот один парень, который тоже учился в Колеле, он видит, что этот Рабахийский Амедини, он хорошо учится. И он договорился с уборщицей, я тебе дам тысячи долларов, а ты скажи нарочно, что он хотел с тобой согрешить. Ты начинай кричать, скажи, какой ты парень Торухон, что ты хочешь меня трогать. Она вот так нарочно начала кричать, что этот парень хоть хотел со мной согрешить. Нарочно это все, клевета, обман, потому что ее подкупили. И вот пришел этот богатый спонсор, который всем дает стипендию, он посмотрел на Рабахийский Амедини, еще он не был рабаик, он был простой человек, который учит Тору. Он говорит, и он не мог эти вещи сделать, я не верю в это. Я не поверю, что он хотел с ней согрешить, он на это не способен. И он подошел к нему, говорит, Рабхийский, я знаю, что вы эти вещи не делали. Я, во-первых, ее выгоняю с работы, во-вторых, я вам советую временно уйти куда-то в другой город, пока не успокоятся люди. Потом, когда уже немножко люди об этом забудут, потом вы вернетесь, мы что-нибудь вам придумаем. И что случилось? Рабхийский ушел с этого колеля, где он учился, и прошло энное время, и вдруг он сидит, занимается, к нему кто пришел? К нему пришла уборщица. Она его нашла, где он находился, а он говорит, я от вас убежал, вы нарочно про меня сказали, что я хотел вам не согрешить, я вообще даже не знаю, как вы выглядите, я не смолю для вас. Почему вы еще ко мне пришли? Она говорит, я хочу вам сказать горькую правду, что вы помните, с вами учился такой-то парень, да, а что? Он мне дал тысячи долларов, и он сказал, вот тебе деньги, нарочно скажи, что он хотел с тобой согрешить, я тебе еще деньги дам потом. Я хочу вам сказать, вот это он все это меня подкупил, а, это он. Я готова, говорит, сейчас пойти и публично встать и сказать всем, что это он меня подкупил, чтобы ваше имя очистить. Другой человек согласился бы или нет? Потому что все думают, что вы хотите согрешить с уборщицей, я думаю, что он еще в то время не был женатым, я думаю. Я, говорит, ваше имя хочу очистить. Вы бы согласились, что она встала и сказала, я извиняюсь, всем хочу сообщить, что этот парень не хотел меня трогать, вот тот парень, он меня подкупил, я хочу его имя очистить. И он говорит, я в то время подумал и сказал, да, мне будет приятно, что мое имя очистили, но потом люди на улице будут говорить, слышали такое? Чтобы таких разговоров не было, это называется хилю ла шем. Хилю ла шем. Пусть говорит люди про меня, что хотят, думают. Я сказал, я тебя устрою на работу, никому ничего не говори, не надо оправдываться, не надо говорить, что он подкупил тебя, потому что люди начнут думать, что Торохоны друг друга ненавидят, это будет большой хилю ла шем. Ничего не говори, пусть про меня что хотят, думают. И в тот день, когда я сказал, не делай этого, я чувствую, что Бог открыл мои мозги. Все то, что я учил, это все говорит, мне осталось, и я говорю то, что пять лет, я учился, пять лет брало, я, говорит, это за пять часов все усваивал. И он написал десять громадных томов с Дехемет. Вы знаете, сколько там вещей написано? Сколько раз я там ищу, ищу, сколько вещей, какие темы он там затрагивает, сколько тысяч книг он там приносит, книги, которые ни у кого сейчас нет. Много книг, которые он там упоминает, нету сейчас этих книг, потому что это уже out of print, это редкие, редкие библиотеки еврейские эти книги имеют. Почему? Потому что он говорит, я не хочу, чтобы был хилю ла шем. Поэтому, когда человек женится, если даже он знает, что кто-то про него сказал неправду, если кто-то про вас сказал неправду, по закону вы не обязаны его прощать, по закону. Но если вы хотите, чтобы Бог от вас был доволен, тогда вы должны все равно что? Простить. Хотя, еще раз, это очень и очень трудно, когда человек про вас распространил совсем-совсем неправильную информацию. Кому вы сегодня это скажете? Кому вы это сегодня скажете? Все люди, которые видео снимают, они меня уважают, я их уважаю. Но вы должны знать закон, что человек не имеет права говорить жениху, поставь руку на невесту, обними ее, целуй ее, а что происходит до свадьбы, когда они идут брать уроки у танцорщицы, как надо танцевать? Она говорит, подними ее так, вот так ее крути. Он говорит, я не могу поднять, потому что у меня слабый человек. Нет, ничего, ты должен себя заставить. Я не знаю, что они говорят. Нет, а не можешь поднять, давай я вот так крути ее. Он ее держит, он ее трогает, только ее руку трогает, ничего дальше нет. По закону нельзя этого делать. Не имеешь права мизинцем ее трогать. Я уже не говорю о тех людях, которые уже до свадьбы два-три года живут вместе, потом они решили идти на подхупу. Что поменялось? Вы уже живете вместе? Что поменялось? А есть люди, которые жили вместе, говорят, знаешь что, давай не поженимся. А есть люди, которые говорят, я уже знаю, что она не для меня, но я уже обещал, что я на ней буду жениться. Потом после свадьбы я что-нибудь придумаю, потом через два-три месяца я разведусь. Но он уже до свадьбы знает, что она не для него. Но он говорит, я уже с ней два года жил, как я могу уже сказать, что я не буду на ней жениться. Вы знаете, какие люди есть? Я хочу закончить через две минуты. Как это правильно, чтобы человек, парень с девушкой не фотографировались, пока хупа не закончится? Это импасабл. Они уже начинают фотографироваться во сколько? В одиннадцать утра. Начиная с того момента, когда подъезжает белый лимузин. Показывает. О, он одевается, видео говорит, давай поверни голову так, вот так, поправляй галстук, вот так. Нет, ты нехорошо улыбнулся. Еще раз улыбни. Для камеры. Ты митцву не исполнил. Когда человек неправильно завязал тфелин, ему говорят, правильно обратно завяжи тфелин, ты митцву не исполнил. Нет, ты неправильно улыбнулся, это митцву не считается. Подожди, я должен заново сфотографировать. Ты должен вот так, нарочно все. Они больше переживают, как они будут выглядеть на снимках, чем на самом деле. Когда ты последний раз будешь смотреть этот альбом через 15 лет, один раз посмотришь, потом это будет пылиться в шкафу. Конечно, хорошо, надо иметь, никто не говорит, что не надо. Но по закону не имеешь права ты ее трогать мизинцем, пока ты ей кольцо не вручил, пока не сказали шевоброход. И то мизинцем ты можешь ее трогать после шевоброход при условии, что она чистая. Если это хупать не дает, ты не можешь ее трогать. Поэтому у ашкеназов после хупы, когда уже все идут кушать, жених, невеста, они только начинают фотографироваться. А у нас еще хупа не состоялась. Уже несколько часов до этого они идут в Botanical Garden, они фотографируются, но по закону это неправильно. У бифра че эн ла бет йом якар зе бидварин шел мабаках. И тем более, что не надо тратить время на ненужные вещи. Ненужные вещи. Сегодня кому вы бы это скажете? Они на вас обидятся, все, кто видео снимает, они мои друзья, они обидятся. Но по закону это неправильно, что пока человек хупа не состоялась, он не должен фотографироваться, тем более, что он ее иногда трогает.